Христос в воскресе! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 9 мая. Своименины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Василия, Стефана и Иоанна. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память священномучника Василия, епископа Амасийского. Жил святой в начале IV века в понтийском городе Амасии. Он поддерживал и утешал христиан, страдавших от гонений язычников. В то время восточной частью Римской империи правил Ликиний. Взять святого равноапостольного царя Константина Великого. Ликиний лицемерно подписал его указ о веротерпимости, Миланский эдикт 313 года, который разрешал свободное исповедание христианства, но в душе ненавидел христиан и продолжал их преследовать, возвратившись к язычеству. Ликиний воспылал страстью к служанке своей жены Констанции, праведной деве Глафири. Святая Дева рассказала об этом царице и просила защиты. Переодев праведную Глафиру в мужское платье и снабдив деньгами, царица Констанция удалила ее из города в сопровождении преданных слуг. Императору сказали, что служанка сошла с ума и лежит при смерти. Праведная Глафира по пути в Армению остановилась в городе Амассии, где местный епископ, святитель Василий, дал ей приют. В то время святитель строил в городе храм. Глафира передала на его постройку все деньги, полученные от Констанции, и в письме к ней просила прислать еще средства на окончание храма. Царица исполнила ее просьбу, но письмо праведной Глафиры попало к императору. Разгневанный Ликини потребовал от правителя Амассии выслать к нему святителя и служанку. Праведная Глафира скончалась, прежде чем приказ дошел до Амассии. Святителя Василия направили к императору. За ним последовали два диакона Парфений и Фестим, которые поселились близ темницы, куда заключили святителя. Благочестивый христианин Илпидифор подкупил тюремщиков и каждую ночь вместе с Парфением и Фестимом посещал святителя. Накануне Дня Суда святитель, как обычно, пел псалмы и слова «Аще вселюся в последних моря, и тама рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя». Трижды он пропел эти слова со слезами. Диаконы усомнились, не испугался ли святитель будущих мук, но он успокоил их. На суде святитель Василий решительно отверг предложение императора стать верховным жрецом и был приговорен к смерти. Илпидифор деньгами задобрил воинов, и они позволили святителю помолиться и поговорить с друзьями перед казнью. После того святитель сказал палачу «Друг, делай, что тебе приказано». И спокойно встал под удар меча. Когда мученик был обезглавлен, Илпидифор пытался выкупить у воинов его останки. Но воины опасались императора и бросили тело и главу святителя в море. После этого Илпидифору трижды во сне предстал ангел Божий со словами «Епископ Василий в Синопе и ждет вас». Повинуясь этому зову, Илпидифор и дьяконы отплыли в Синоп и там просили рыбаков закинуть сети. Когда закинули сеть, на счастье, дьякону Фестима и Парфиния ничего не поймали. Тогда Илпидифор объявил, что он просит закинуть сеть во имя Бога, которому он поклоняется. На этот раз сеть вынесла тело святителя Василия. Голова будто бы приросла к нему, и только шрам на шею указывал на след меча. Мощи святителя Василия были перевезены в Амасию и погребены в построенном им храме. Господь и Бог наш Иисус Христос, открывая один из духовных законов, важных, основных, Он говорил, блажение давать, нежели получать. Дело в том, что человек, он не только существо земного материального мира, а он существо духовное, и поэтому то, что он приобретает для своей души, оно, как правило, сохраняется в вечности, потому что духовное неуничтожимо. То, что человек приобретает для тела, оно в каком-то смысле может быть приятно, интересно, радостно. Но поскольку материально, то имеет всегда ограниченное время пользования. И, кроме того, ничто материальное душу не насыщает, не дает ей полноценной радости. В детской песенке есть такие удивительные слова, которые, как бы иначе, на детский язык переводят этот духовный закон. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Мы с вами, дорогие мои, обладаем огромным богатством. Мы обладаем возможностью жить со Христом и во Христе. Мы знаем самую главную новость и самую главную истину, что Христос воскрес, и в Его воскресении надежда нашей жизни. Мы обладаем благодатью Божьей, которая способна маловерных укрепить, малодушных утешить, слабых поддержать, печальных и унылых просветить внутренним светом и радостью, надеждой и опорой на Бога. И всегда с особым вниманием в дни Светлой Седмицы православные христиане относились к тем людям, которые по каким-то причинам еще не знают, не слышат этой благой вести. Или по причинам немощи не имели возможности быть в храмах, на пасхальных богослужениях. И до них мы стараемся донести весть о том, что Христос воскресе. Мы поздравляем и тех людей, которые оказались в больницах в эти дни. Мы приходим к заключенным и им передаем эту главную новость всех времен и всех народов. И к военнослужащим, и к одиноким старикам, и к детям-сиротам приходят православные христиане, приносят маленькие подарки, традиционно красные пасхальные яйца, сладкие конфеты, ну и, конечно, маленькие иконочки, открыточки, которые будут много дней напоминать о Светлом Христовом Воскресении. Особо хочется поблагодарить горожан Екатеринбурга, которые всем миром поучаствовали в сборе пасхальных подарков для службы милосердия, которыми в эти дни мы имеем возможность поздравить многих и многих подопечных и друзей добрых дел с этим великим и славным днем. Спаси всех, Господи, за труды, за участие. И так важно, чтобы, посещая и встречаясь с людьми, на этих встречах присутствовали священники, ходили по палатам, приходили в камеры к заключенным или в воинские части и говорили, проповедовали о Христе, рассказывали о Его воскресении, о победе жизни над смертью, о том, что как бы трудно и тяжело порой в жизни не приходилось, всегда есть надежда, всегда есть тот свет и та цель, ради которой только и стоит жить, ради которой можно претерпевать всевозможные испытания. У нас есть такая возможность наносить людям весть о воскресшем Христе. Ну и, конечно же, в этот день, день 9 мая, великий день, не только для нашей русской земли, но и для всего мира, потому что не было бы этой великой жертвы русского народа, 27-миллионной, мир бы был совсем другим, другие ценности, другие законы, другая нравственность. А может быть, мира бы уже как такового и не существовало, потому что концентрация зла, она разрушила бы духовный защитный слой, которым этот мир сохраняется. зло бы превзошло добро, и мир перестал бы быть. Русский народ принес эту великую жертву, ею защитив весь мир от ненависти, злобы, фашизма. В этот день мы молитвенно вспоминаем всех воинов, погибших за годы Отечественной войны, Великой Отечественной войны, Священной войны. Войны не только за территориальные ценности, войны за нашу главную святыню, за веру христианскую. Помолиться о всех тех, кто ушел из жизни от тягот военного времени. Вспомнить всех наших дорогих прабабушек и прадедушек, особым вниманием почтить живых, живых стариков, ветеранов, народ боевой и фронтовой, и выразить им от всего сердца искреннюю, глубокую благодарность. И стараться все их дни жизни сохранять вниманием, заботой и любовью. Мы обязаны им жизнью. Будем к ним внимательны. С праздником, дорогие мои друзья! С Днем Победы! С Днем Победы жизни над смертью! С Днем Победы Христа над злобой! Воскресе Христос и жизнь жительствует! Христос воскресе! С Днем Победы! 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 С Днем Победы!